Привет, мои хорошие! Здравствуйте! Спасибо за... Спасибо? Да не за что! Напоминаю вам про Рутуб канал, где вышло много контента. Если ты перейдёшь по ссылке, я получу табуретку! Клацать по приколам? Это бесплатно. Иногда приятно. Круто! Классно! Погнали восходить в тени очередного Исикая. Доброе утро! Проснулись, приоделись, собрались, пора ехать. Зовут не главную героиню, а Канны Нисина. Сама она какая-то популярная известная актриса, певишка или ещё не пойми кто. Но такое дело лично водитель на учёбу возит не по причине занощивости, а для точной безопасности. Но, понимаете, было дело, когда-то сколько-то лет назад её схватил какой-то сталкер, и что было, то было. Ладно, что было, то прошло. Сейчас главная забота сосед по парте, который даже имя, фамилию вспомнить назвать не может. Звать горемышленого Сид, и вот он-то уже самый что ни на есть главный, но это пока секрет, который герой скрывает. И никто о нём ничего не знает, и спойлер не узнает. Что, да, Канны, так представляете беда, вот прямо как когда-то тогда, давным-давно бедолаге пришлось топать домой пешком. И в переулке подворотни её подкараулили, и неизвестно куда увезли, и того хуже. Что будет-то? Ой, что будет? Ладно, ничего не будет, потому что вот он, тут как тут, гроза бандитников. Единственный в своём роде мастер боевых искусств лома, против которого нет приёма. В итоге, поздравляем! Недоброжелатели поделены, пострадавшая спасена, можно покинуть место происшествия. К счастью, отец Нисина постарался, всё замяли, в прессу ничего не попало, будто бы никаких спасателей не было, и вообще ничего не было. К несчастью, на следующий день ГГ назвал одноклассницу правильным именем, а ещё на следующий встретился лицом к лицу с грузовиком. Но это и не повод радоваться, потому что вместо титров будет душевный монолог героя о том, как ему хотелось быть кем-то, чем-то большим, чтоб прям сильным. Ну прям очень. Но ведь против большей силы, он бы всё равно ничего не смог поделать, и что делать, как быть, непонятно. Понятно, теперь мечта сбылась. Сид переродился в другом мире и уже даже схолотил себе целую банду приспешниц. А значит, дальше будет долгожданное, так желанное, горемышное восхождение в тени. И из важного, исеканился ГГ в сына какого-то не чинуши, не оборона, не знатного магического фехтовального колдуна рода Кагана. Ну а после случился классический таймскип, и вот чел уже крутой и мощный, грабит караван и спасает золото, и ещё, чтоб вы думали, нашёл какую-то невнятную мясную кашу. А после бил, 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 атаковал, атаковал, и так до тех пор, пока в один прекрасный миг биомасса не превратилась в альфейку. Звать будут Альфа. И чтобы ничего плохого она о спасителе не подумала, пришлось наплести какие-то небылицы про тайну организацию теней, про какой-то культ какого-то дьябло, и ещё не весь чего. А дальше снова шли время, дни, недели, и вот уже в рядах команды ГГ набралось пополнение из тех самых девиц, которых вы уже видели. К счастью, без дела герои не сидели, тренились, тренировались, всяким магиям и боям обучались, и вообще, наверное, хорошо проводили время. К несчастью, в самый неподходящий момент, когда сестра Кагана должна была ехать в столицу, сдавать экзамен и её догадать, и что, увезли в неизвестном направлении. Благо, команда ГГ уже готова выручать из беды. Да, и так уж удачно вышло, что случайно указанное место на карте оказалось фактически базой недоброжелателей, а ещё кринж на противники всячески поддерживают выдуманные героем Шизу про какой-то несуществующий культ из книжки. Но и это не самое худшее. Потому что так удачно вышло, что ещё и Сид оказался в нужное время, в нужном месте и перехватил беглеца. Одним словом, повезло, другими словами, до свидания. Сестра спасена, значит, самое время ей прощаться с родителями, братом и отправляться в далёкие дали столичные большие города. К слову, подчинённым Альфам, Бетам, Дельтам и другим смешным ушастым тоже пора прощаться. Не понял, в смысле, а куда? Как куда? В Ашан, за продуктами. Очередной, простите, таймскип. И вот уже сам ГГ прибыл учиться в крупный город, только такое дело то и дело вспоминает, как его покинули помощницы, сославшись на какую-то отправку искать какой-то культ. Проще говоря, Сид так и понял, подруги поняли, что их обманывали. Кхм, на самом деле нет, но это, если что, спойлер. А насчёт нового обучения, так горемышный, как сам того и хотел, стал изображать из себя герой второго плана. И как раз далее по плану признаться самой, самой королевской красавицы школы, чтобы она его отвергла. К несчастью, случилась романтическая комедия. Теперь Алексея и Каганэ пара возлюбленных. До венчания дела не дошло, дама, чтоб вы знали, уже заочно обручена с кем-то там такого же мощного знатного рода. Вот, кстати, и он. Преподают фехтование лучшим из лучших, среди которых по блату теперь будет и Сид. Короче говоря, если вы вдруг до сих пор не поняли, Алексею как раз нужен был кто-то, чтобы позлить потенциального мужа. А тут ещё и такой удобный случай подвернулся, ГГ готов быть личным псом за две копейки золота. То есть, повезло, повезло. Да, конечно, хороший мем был, помните, да. И-и-и, ага, повезло, повезло, повезло. Здесь ещё могло быть свидание, которое ничто иное, как показушная постанова. Но вместо этого произошёл важнейший диалог. Вывод следующий. Алексию никто не понимает и сестра старшей не признает, потому что фехтовать у несчастной получается примерно никак. И у молодого, значит, такой же никудышный стиль боя. Но именно этим ему подруга и нравится, ведь это её личные лучшие качества, благодаря которым она не похожа на других. Короче говоря, индивидуальность. Ясно? Понятно? Между прочим, ГГ слова не давали, разговаривать не разрешали, и это значит только одно. Сказав лишнее, он спровоцировал неминуемый разрыв ненастоящих отношений. Жаль, поздравить с успешным выходом из кабалы не получится, потому что, представляете, беда. Прошлым вечером принцесса так и не вернулась домой. Первый и единственный подозреваемый, очевидно, кто. А виновен на самом деле вот этот учёный-ши, с помощью королевской крови хочет воскресить какого-то демона. Удачи. Между тем, горемычно продолжает изображать из себя третисортного неглавного героя. Кричит, корчится, мол, больно, спасите, помогите. Хотя на самом деле ему, чтобы вы знали, плевать. Ещё, чтобы вы знали, старшая принцесса за пропавшую сестру переживает, и старшая сестра ГГ тоже за него переживает, и все переживают. Обидно, досадно, но горемычно уже выпустили, потому что допросы не дали результатов. В общем, пора идти отдыхать. И заодно можно поговорить с Альфой о том, как, куда и кто и где продвигаются поиски виновников различных бед. Правда, Сид до сих пор думает, что подруги детства подыгрывают его шизе. Вот бы подписчики в Телеграме подыграли и моей шизе, а то я говорю, что я Дора, а мне отвечают, типа, я какой-то там Олег. Непорядок! Только вот вместе с этим сам же он продолжает свою шизу играть, шизить, шизеть, а вот даже в костюм принарядился и план по делению завистников придумал, и что бы вы думали. Пока на одном конце города вовсю идёт резня, на другом завершается эксперимент гениального гения учёного. К сожалению, от самого умника живого места не осталось. Зато Алексия осталась жива и невредима, остаётся только найти выход. И там, представляете, тот самый инструктор, учитель заочно обручённый. То есть это, что значит, он всё задумал и построил? Да, вот так, Оказия. Благо, Кагана прибыл вовремя. Что до выброшившегося в город монстр, так старшая принцесса даже ничего сделать не смогла. Зато появившаяся из ниоткуда Альфа ещё когда... Да, даже гнильный инструктор оказался повержен. И волшебные пилюли ему тоже не помогли. Весь горемычный, ну очень сильный, ну очень мощный, ну прям вообще именно такой, каким всегда ещё с самого детства в прошлой жизни мечтал стать. Поздравляем! Семья воссоединилась, принцессы, рады, все рады, счастливы. Осталось только поблагодарить одноклассника за тогда ещё в поезде сказанные положительные слова про фехтование Алексии. Ещё было предложение продолжить театр романтики или того хуже прям по-настоящему начать встречаться. Но всё обошлось отказом и лёгкими царапинами. Из негативного, помимо положительных отчётов всех бетов и дельтов, нашлась какая-то бумажка с якобы росписью культа теней. Значит, кто-то пытается выдать себя за команду шизики. Более того, теперь и в королевских рыцарских кругах возникло напряжение по части какого-то артефакта и того, как неудачно сложилось с инструктором, оказавшимся гнилым злодеем. Итого, невыдуманные истории, о которых невозможно молчать, продолжаются и набирают обороты. Следующая на очереди знакомство со споткнувшейся Шерри. Здорово. Шерри, между прочим, позвали в академию для изучения того самого артефакта невнятного происхождения. Потому что наследница самых умных учёных-учёных, самая умная умница, знающая вообще всё. Так и быть, она согласна помочь. К слову, есть ещё одна умная умность, ещё умнее. Зовут Гамма. Из всех помощниц, как вы уже поняли, самая умная. Он даже благодаря всем накопленным знаниям смогла развить целую шоколадную империю с миллиардным годовым оборотом денег. Но, как уже поняла подчинённая, руководитель пришёл поинтересоваться вовсе не этим. Очевидно, на повестке дня вопрос о том, кто нагло-нахально использует имя клана Теней, производя ночные нарезки. Как же хорошо, что ГГ уже знает, кто виноват. А, нет, простите. Павшие на Алексию подозрения оказались безосновательны. На самом деле, она от тех гнилых гнилей всего лишь отбивалась. Ну, ладно, хорошо, всё в итоге обошлось и разрешилось. Единственный оставшийся вопрос, кто для королевской семьи друг, а кто враг. Айрис считает, что верить нельзя вообще никому, пусть даже настоящий оригинальный культ Теней, в том числе борется против злых злодеев. Виноваты все? Точка. Что до шоколада, приобретённого где-то между делом, пока все дарили конфеты в безуспешных попытках получить ответные чувства, Горемычный тупо отдал коробку первой встречной. А то, что ей как раз оказалось Шерри, так это чистой случайности совпадения. Учёная, правда, даже и не знала о сакральных значениях подобных презентов, зато теперь ещё когда? К слову, если вы не знали, она отцу не родная дочь. Приёмная! Из важного, по актуальным данным, вот тот не настоящий культ Теней, это всего лишь последователь Дьявлу, пытающийся выманить Горемычного наживца. Ну, ладно, пусть. Куда важнее турнирмечника, в котором Сид решил развести фатальную клоунаду, и сделал вид, что проиграл, и типа превозмог, и ещё раз проиграл, и снова, и ещё раз, и вновь, и так далее. В итоге случилась дисквалификация от судьи, потому что хватит кринжевать, пора отдыхать. Ха-ха-ха, простите, на очередь очередная встреча Шерри, вот в честь этого подарочного печенья, а вот ещё и отец, судя по положению которого, с ним точно никак нельзя иметь контакта, а то, как-то так, нельзя ведь выходить из роли второстепенного персонажа. Из хороших новостей Шерри узнала, что Алексия с Каганой уже не встречаются, и всё, что было раньше, не более чем постанова. Вот и хорошо, славно, значит все свободны, всё отлично, из плохих вестей, гниль активировала какой-то артефакт, заблокировавший использование магии. Жаль, пока никто кроме ГГ этого не понял, а потом уже всё понимать поздно. Академия взята под контроль, противостояние бесполезно и бессмысленно, всё равно ничего сделать не выйдет, не получится, не стоит печалиться, молодой подставился под удар, молодец. А вот если бы перешёл на руту по ссылке в описании, то был бы вообще самым крутым. Ну а теперь, когда все разошлись по делам, можно наконец отправиться подлечиться и придумать, как справиться с противниками. Да тут и думать не надо, раз мощные потоки маны блокируются, можно просто обосноваться где-нибудь наверху и методично подстрелить всех и каждого. Сразу выходить на рожон нельзя, потому что тёмную мантию следует носить ночью, чтобы было модно и стильно, а то хринжи нарядились в светлое время, и что из этого вышло, сами видите, всех видно. Из важного, Шерри направляется в кабинет отца, чтобы найти что-то очень важное. По пути, конечно, случилось ноль происшествий, и всё благодаря горемычному. Ну а раз помог, чем смог, пора и лекцию о магических артефактах выслушать. А вот этот смешной шарик как раз то, что блокирует все колдунства, за исключением тех, что задал в настройках и параметрах владелец. Поэтому-то противники могут пользоваться магией, поэтому всех учеников собрали в актовом зале. Цель, как можно скорее напитать предмет чужими силами, чтобы потом побрякушка сделала бим, бомб. К счастью, вот этот другой мем как раз может заблокировать потенциальный кринж. К ещё большему счастью, ГГ уже поделил вообще всех, 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 даже второго по силе Шиза. И даже собрал ножни с надобьей и зелья для активации деактиватора смешного шарика. Реально ржачный, кстати. Таймскип. И вот уже сумерки, ночь, нужные приготовления выполнены, с надобья сварены, руны нарисованы. Осталось только вспомнить флэээшбэк. Было дело, мать Шерри порезали, а после появился тот, кто стал отцом. И всё. Я сам не знаю, к чему нужно было это воспоминание. Кстати, блокировка разблокирована, и что важнее, все Шизики уже на месте вместе с главным Шизом. Так что вот теперь-то, теперь-то гниль получат по заслугам. Или нет? Тут понимаете ли, всё горит, пылает, пыхает. А, точно, флээшбэк. И вот это всё нужно было для того, чтобы все узнали, что виноват в произошедшем тот самый дед. Ну, который отец, который приёмный, который поделил мать, который хотел всё больше и больше силы. Исследования были нужны исключительно как трамплин. Одним словом, кринж. Другим словом, резня. К счастью, главный герой по-прежнему главный, по-прежнему герой. И всё ещё очень-очень сильный, крутой, мощный, непобедимый. Имба не контрится. В конце концов, минус дед. Дочь, правда, так и не узнала всех тех перипетий и виновностей. И ладно, может когда-нибудь узнает, не зря же и уезжает учиться куда-то далеко за границу. Из важного, вину о всех грехах и бедах повесили на культ теней. Хотя это не важно, извините. Прощаю. Из нового, у Айриса и Алексии покупки. Нужно набрать провизии для дальнего путешествия. Правда, не все покупки входили в изначальные планы. Но, где нет, там и да. Да, то есть, всё правильно, тоталитарный скип. Из романтических комедий, Роза теперь целиком и полностью влюблена в своего спасителя. Он даже в сопровождении напросилась, хоть её никто и не звал. Из старого бета тоже добилась успехов, пишет книжки по рассказам и пересказам по памяти ГГ. Только вместо автографа в макулатуре, чтоб выдумали детали очередной новой миссии. Подробности, естественно, по сложившейся традиции никто не знает и не расскажет. Внимание! Горячие источники! Но куда важнее причина, по которой Каган и Алексия оказались в одном городе, в одном месте и в одно время. Как раз скоро случится легендарный турнир, в котором каждый воин может бросить вызов потусторонним силам. К счастью и принцесса, и горемышли прибыли не за этим. У них свои задачи, свои заботы, своё всё, всё. К несчастью, визит Алексии рискует завершиться, даже не начавшись, потому что никакая помощь в расследовании скисания предыдущего архиеписка по нынешнему святоши не нужна. С проблемами, если они есть, здесь разберутся сами. Тем более, никакого времени на бессмысленные суды и следствия нет. Турнир уже начался, нужно радовать зрителей. Плюс нельзя забывать пристально следить за стоящей по соседству писательницей. Ну той самой, которая бета, сама книжная, к слову, тоже положила глаз на принцессу, но уже по своим причинам. Виной всему фатальная зависть. Ведь где это, видано, как это слыхано, по какому такому праву тварь охмурила самого достопочтенного владыку теней. Между тем, святоши наступил на кнопку и бас, началось то самое мощное испытание. В теории, каждому участнику даётся одна попытка спровоцировать появление мощного магического духа. На практике, пока никому никакого, даже мелкого соперника получить не удалось. Как вдруг, чтоб вы думали, следующим участником объявлен Сид Кагана. Ну то есть големышный, который никаких заявок на участие не подавал вовсе. Ладно, пришлось пристать перед толпой в облике тени. Неблаго, на поле появился противник под стать ГГ, как эта древняя, никому неизвестная колдунья. Благо, для деления хватило одного удара. А вместе с тем, какая-то печать сломалась, руны нарисовались, тёмные силы пробудились. Доброе утро! Сам турнир на этом, как понимаете, закончился. Всем нужно расходиться, разбегаться и желательно куда подальше. Ну а некоторым остаётся стоять на месте, потому как прибывшие подчинённые ГГ никуда никого не отпустят. Зато сами вперёд за начальником в ту же дверь неизвестного происхождения. Жаль у Светоши на происходящее, а были другие планы. Ну в смысле, жаль, что они были, их уже нет, развалились на кусочки вместе с самым сильным и ловким подчинённым. Теперь уже никто никуда не стоит на месте, все направляются прямо в портал, прямо вообще все, без исключений. А на той стороне, вы не представляете, мощнейшая шуя. Значит, есть какая-то рука, заточённая в каком-то заточении, есть какая-то героиня, о которой у людей сомнительные представления, и есть Альфа, которая как раз точь-в-точь, один в один вылитая копия этой литой героини. Короче говоря, пора отправляться. Куда? Не знаю. Впрочем, Гремычник тоже не знал, но вот он. Шёл, 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 шёл и пришёл прямиком в белую комнату. Причём один пациент в палате уже наблюдается. Да, вот, именно та самая без пяти минут назад побеждённая колдунья, которая оказывается уже тысячу лет заперта и всё никак не может выбраться. То есть нужно объединить усилия, помочь друг другу и найти выход. В итоге обе команды ходят по воспоминаниям, читают лекции, рассказывают друг другу о том, какие жуткие эксперименты устраивали служители культа Диабола, чтобы найти ребёнка в совместимых запретными колдунствами. А как нашли геройскую героиню, так заставили её биться за демонюкой, захватив его руку и получив опытным путём мощные пилюли. Одним из исследователей был Святоша. Но был и был, уже нет. Кхм, то есть, простите, старый чудом выжил, а значит будет рез... Неа. Ну а пока старый с молодым танцуют, самое время вернуться к горемычным и у колдунь до сих пор бродящим по всяческим воспоминаниям. Самое обидное среди всего этого то, что нежить вокруг так и норовит атаковать зрителей, потому что им здесь, понимаете, не рады, никто их не звал и, следовательно, нежданным гостям стоит удалиться. Впрочем, мало-помалу статьи за статистом зомби были поделены, а там и новый этаж, но уровень открылся и теперь нужно понятие осознать, как сломать цепь и держащий дверь под замком. Рядом, конечно, есть меч, но он, очевидно, предназначен для кого-то другого. Получается, нужно просто подождать развития сюжета. Между тем, подчиненные уже всю информацию нашли, математику завершили, пора домой возвращаться с гнилым дедом прощаться. До свидания, до встречи, следующий бой будет окончательным, последним и бесповоротным. Знание – сила, а не знание – не знаю. Зачем тогда Святоша пробудил статую геройской героини, если сражаться ей уже не с кем? Все ушли. А, ну точно, еще та самая дверь и тот самый меч. Значит, будет еще одна, пусть и непродолжительная резня. Дальше все? Хватит? Не надо? Остановитесь, стойте! Колдунья хрычит, плачет, не хочет больше, чтобы за нее кто-то получал по голове. На все готово, все сделает, только отпустите бедного несчастного. Не надо. Сид далеко не бедный, и в принципе да. Вон у него как глаз сверкает, пыхает, явно сейчас что-то будет. Что будет-то? Анекдот. Зашел как-то раз Геродот в бар и спрашивает. Есть здесь смельчак, что сможет рассказать анекдот? Тут за одним из целов встает Аристофан и говорит. Зашел как-то раз Геродот в бар и спрашивает. Есть здесь смельчак, что может рассказать анекдот? Не успел Аристофан договорить, как вдруг. Концовка анекдота осталась открытой. Что до победы, то есть сюжета. Тогда Горемышный победил. Спросите, как он справился с несчетным количеством копий после одной удачно перегрызенной шеи? Не спрашивайте, все просто. Нужно было всего-то долго-долго копить энергию, чтобы потом разом высвободить вообще все в один большой-большой бим, бомб, бим, бим. Хе-хе, колдонья, к слову, все, закончилась. Ну, то есть освободилась и растворилась. Конец. Ладно, простите. Продолжаем. Еще три слабые наблюдательницы заключили союз с целью узнать побольше о произошедшем. Получается, Алексия, Роза и Бета. А, ну Бета типа сильная, но скрывает это. И никто не знает, кто прячется под глазастой маской писательниц. Вот. Из важного, та самая геройская героиня, на самом деле, еще и демон Диаболос. Как это получилось, не знаю. Просто факт, есть и есть, теперь живите с этим. Из неважного, у Гаммы какая-то очередная финансовая сделка. Покупается земля в самом бедном районе, где никто не знает, что у них под землей залежи нефти. Правда, откуда здесь вообще знают о нефти, опять же, никто не знает. Из Кринджа, сестры на принцессах обсуждают, что делать дальше. Ничего. Отец на короле приказал молчать. Пока лодка плывет, лучше не раскачивать. Тем более, скоро будут какие-то важные государственные встречи, так что отдыхаем. Из клиффхенгеров у Розы болит солнечное сплетение, по причине там реально какое-то сплетение. Смешно. И снова, опять, простите, еще раз, извините, снова какой-то турнир. Теперь, значит, прибыли не только лишь все, а вообще все со всех уголков света. Причем у ГГ грандиозный план. В предстоящей шизе победить хоть кого-нибудь, а не только показывать демонстративную слабость. Правда, для такого пришлось сделать магическую пластическую операцию, зато теперь горемыш не на вид ходячая слабость. Он, ему даже на улице прохожий советует отказаться от участия в опасных сражениях, поберечь себя. В итоге получилось получить по лицу. Бесплатно! Сидаж порадовался, что впервые за долгое время почувствовал, что такое боль, еще и некая Анни Роу спечатлена. Наверное. Из грустного по пути дороги на площадь образовалась Роза. Казалось бы, в чем проблема, да? Так вот, беда в намеченной встрече. Скоро отец познакомит ее с женихом. Ладно. Между тем, отборочные бои уже вовсю идут. И пока у друга молодого появился новый собеседник, сам Гагани заметно отошел на пару минут. Как-никак, нужно появиться на ринге с соответствующей маскировкой. Судя по предварительным ставкам, сутуло неизвестно, кто проиграет. Вероятность примерно 100%. На победу, конечно же. Поздравляем! Следующее утро, к несчастью, недоброе. Розу, помните? Встреча была намечена, жених, все дела. Так вот, суженого она порезала, а сама сбежала. Все. Подруге ей помогать, конечно же, собирается, пусть и не торопится. Нужно для начала все обдумать, обсудить, а то бунтарка как-никак принцесса другого королевства. Обучавшийся по обмену, потому кто знает, какие, что, куда, кого. А да, точно верно, сюжет же не стоит на месте. Потому по пути дороги, навстречу очередной шизе, Сид повстречал Элифийку. Да, прям вот так, прямо случайное столкновение, не иначе. Но кто бы там, каких похожих внешних родственников встречная, поперечная не искала, молодой никого не знает. Он вообще здесь никто и звать никак. До свидания. Здравствуйте! Самое время посмотреть на бой легендарного золотого героя, который до сих пор никому не проигрывал, потому что даже не дрался с теми, кто кого-то выигрывал. Жаль, в этот раз в противнике попался Сутулы. Наблюдающий за происходящим Анни Роуз в шоке. Она, представляете, заметила и услышала, как слабость в самый нужный вовремя момент намеренно свернул себе шею, чтобы уклониться от удара. Собеседник в виде шкафа от рассказанного тоже знатно удивлен, ведь ну быть такого не может, не бывает, неправда, все явно случайность. Горемычный чихнул, будьте здоровы, бой выигран, позер повержен, повезло. А там и до главной турнирной сетки недалеко, и встреча с Анни Роуз прилагается. Она, чтобы вы знали, чтобы Сутулы знала, чтобы все знали, все видела, все заметила. Каждое движение отследила, и ее такими уловками не победить, не обмануть, не стоит пустословия. Чтобы она тоже знала, все это время бедолага носил броню весом плюс-минус уран. Так что шутки до свидания закончились. Тем временем Роза до сих пор от кого-то куда-то бегает, видно, тренируется. Что до следующего утра, опять нежданный друг, теперь вести интереснее и продуктивнее. За голову беглянки объявлена награда, значит пара в путь, дело не ждет. На самом деле Сид просто не хотел попасться на глаза старшей сестре. Из досадного, еще одна подчиненная добилась успеха и славы благодаря плагиату того, что молодой помнил из прошлой жизни. Эпсилон теперь композитор, пианист и вообще признанный мировым музыкальным сообществом гений. Поздравляем! Но не стоит забывать о главном. Центральная цель найти пропавшую Розу. Вон уже подруги спускается в тот же подземный лабиринт, где теоретически находится пострадавшая. Значит самое время показать флэшбэк. Если коротко, принцесса ни в чем не виновата. Хотела как лучше, а еще это придворный советник загипнотизировал короля. И тот теперь очевидно действует не по своей воле. Все. Хоть дальше только Финита, ля и комедия. Роза плачет, грустит, правильно или нет поступила, не знает, как вдруг, что бы вы думали, случилась лунная соната в прямом эфире. Вам я конечно не включу, Бетховен может кинуть страйк по авторскому праву. Спасибо! Благо хорошо все то, что хорошо кончается. Музыкальная пауза завершилась, бесплатная подарочная магическая сильная сила случилась. Теперь-то Роза точно всех победит и покажет, кто тут мощь. Правда по пути дороги повстречались подруги, и вместо теплых приветствий случилась дружеская резня. Бетх, к счастью, дальнейшему продвижению сюжета мешать не станет, потому что выбор повелителя оспаривать никак нельзя. Остался только один вопрос, куда делся рояль? Простите, пианино. Долгожданное семейное воссоединение, кстати, получилось неблагополучным. Сестра зла на брата, что тот не приехал погостить домой. В честь такого вот его пережатая сонная артерия и билет на лучшие зрительские места. Рядом сидит сама Айрис, а остальные... Да, впрочем, не важно. Кому, какое дело, кто и где. Главное то, что говорят и рассказывают про участников турнира. Из запоминающихся примерно один человек на Анны Роуз, одна эльфика на Беатрикс, победившая 10 лет назад, после чего пропавшая из виду, и все. Больше никого никто не знает, про Сутулова не слышали, короче говоря, отлично у ГГ получился образ неприметного участника. Значит, самое время отлучиться ненадолго, а по пути можно и ушастую встретить, и парой бессмысленных фраз перекинуться. И до свидания, пока. Что до ключевого долгожданного боя, так темная лошадка без проблем выиграл фаворитку фестиваля. Такой типа шаг влево, шаг вправо, шаг впрямо, назад и все, отлегчающая победа. Следующая на очереди должна быть Айрис, но пока будет только душнейший монолог гнилого советника о том, как его планы портит какой-то неизвестный участник турнира, но точно не связанный с кланом теней. Ну точно не связанный. Из благодарностей спасибо от Анны Роуз, прошедший бой много ей показал, многому научил до мастерства Сутулова еще расти и расти. Из неблагодарностей Айрис неблагодарная тварь отказалась от предложенной Беатрикс Булки. Хотя сама же погналась за эльфикой, желая что-то узнать и спросить. Флэшбэков неблагодарной принцессы не будет, и я все скипнул. Все, что вам нужно знать, она вся такая типа хочет быть впереди планеты, ее вечно никуда не пускают, потому что королевским кровям негоже леет самое пекло. Кринж. Что касается плановых посиделок в зоне для VIP зрителей, так туда же прибыла Беатрикс. Получается, лично по приглашению принцессы. Высокопарных бесед не будет. Из важного очередной скип. Там, видите ли, опять этот советник что-то думал, мыслил, обрабатывал, как завладеть всей доступной властью, ну и что с того. Кому не плевать. Вот именно. Все собрались посмотреть на самый важный финальный бой, в котором участвует сама Айрис. Толпа ликует, фанаты кричат, все хотят увидеть Хлэба и зрелищ. И если посмотреть на ситуацию со стороны принцессы, все выглядит так, как будто бы ее голова слетела с плеч. Нет, простите, показалось. Ну в смысле, самой бедняге кажется чудица, а видится, как по ней то и дело проходят летальные удары. Винуата во всем, естественно, давлеющая аура Сутулова. Но нельзя же его так бояться, зажавшись в угол, ведь все ждут Хлэба. Значит, нужна ярость, злость, превозмогание и вот очередное введение с мечом, то в ножнах, то без, а там и сама Айрис осталась без оружия. Зато дождик пошел. И что важнее, пришла и елась, не запылилась Роза, причем, представляете, никто не ожидал. Она вот так взяла и сходу проткнула отца, а потом и сама... А, нет, не потом. Извините, прошу прощения. Тут как тут, обьюйся спаситель, помощник, главный никому неизвестный Сутулы. Я еще раз извиняюсь, Роза все это время его знала и помнила, ведь это тот самый кринж с пакетом на голове, когда-то спаши ее. Одним словом, совпадение. Другим словом, Беатрик зачем-то, почему-то, по неизвестным причинам, решила заступиться за гнель. Вывод, быть очередной резне. Правда, Беатрик за движениями горемычного не подпевает. Кто, куда и как он перемещается, заместить не может, даже дождь, понимаете, ходит медленнее. Но ничего, не все потеряно, потому что в бой вступает помощница на Айрис. Вон, она даже с собой чудной магический мяч прихватила. Жаль, помимо дешевых огненных эффектов, артефакт ничем не выделяется. Зато оружие ГГ не только выделяется, еще и ультимативно и эффективно активно противодействует любым атакам. Да, под конец сезона наконец-то вспомнили про ломы и приемы. Что до осиротевшей по собственной вине Розы, все еще тепляще надежда о спасении собственного государства, так у нее теперь ровно два пути. Либо остаться никем и ничего не достичь, уже успех потерять вообще все. Либо доказать свою ценность, как боевого юнита и примкнуть к клану теней. А там видно будет, ну, предложение валидное, солидное. Поздравляем со вступлением в ШУЕ! Вопрос, как там с танцами? Ответ, дуэт из Беатрикс и Айрис, как и ожидалось, оказался фатально слабым. Пришлось терпеть, терпеть и еще раз терпеть. Но теперь все, шутки кончились, начинается смех героя. Смотрите, говорить, что могу. Сейчас все как треснет. А, нет, посмеялись и хватит, пора уходить, даже не попрощавшись. То есть, вы правильно поняли, нормальных концовок не будет, на сдачу остались только клиффхенгеры. Опять кто-то куда-то уезжает, снова какие-то закулисные советники общаются с бедами в башке. Еще раз, Сид притворяется никем, которого звать никак. Повезло, разве что Розе. Ей дозволили посетить самую тайную секретную вазу. Потому что 666-я, теперь тоже никто, которую звать по порядковому номеру. Прошлое она, конечно же, должна и обязана благополучно забыть. Я бы тоже, знаете, хотел забыть весь этот тайтл, как страшный сон, но вместо этого как-то так вышло, что теперь вы можете будете помнить эту попытку в пост-иронию. Если не забыли, ссылка на рутуб в описании, и количество видео там растет обратно пропорционально ментальному здоровью ГГ. Пока.